Жительница Истри Татьяна передвигается с помощью инвалидной коляски уже 18 лет. Она работает веб-дизайнером на дому, занимается адаптивным ездовым спортом с аляскинскими маламутами и общественной деятельностью в Истринском обществе инвалидов. Татьяна хотела бы вести еще более активный образ жизни, но в Истре это не так легко, говорит девушка. Просто передвигаться по городу ей довольно сложно. В целом ситуация не очень хорошая, особенно со съездами на пешеходных переходах, бордюров очень много. Которые не соответствуют нормам. Очень высокий бордюр. Так, например, почту, которая стала первым объектом нашей проверки, она одна никогда не посещает. Это здание для нее окружено препятствиями со всех сторон. К ней ведет четыре дороги. И ни на одну из них Татьяна не смогла заехать из-за слишком высоких бордюров. Нельзя так проехать? Нет, невозможно. А почему невозможно? Ну, потому что нормы не соблюдены. Должно быть полтора сантиметра по нормам. По постановлению правительства Российской Федерации, норма – это когда бордюрный камень в местах соприкосновения с пешеходным переходом не должен быть выше полутора сантиметров. Я предложила ей свою помощь, но она отказалась, сказав, что коляска весит 94 килограмма, а сама Татьяна – около 42. И этот вес для меня неподъемный. Наконец, нам удалось подняться на одну из дорожек, но только благодаря помощи нашего оператора. Такие усилия оказались совершенно напрасными. В главное здание почты на инвалидной коляске никак не попасть. В отделение по выдаче посылок тоже не проникнуть, туда ведут ступеньки. Не проехать к нему и через шлагбаум. Далее мы отправились к детской школе искусств вдохновения. По пути к ней на улице Ленина нас тоже ждало множество препятствий. Ни один бордюр не соответствовал нормам. А по тем, по которым все же удалось проехать, было легко скатиться прямо на проезжую часть. А всего за один переезд перед нашей целью нам встретился бордюр, по которому Татьяна наотрез отказалась ехать. Здесь проблема, уклон очень большой. В проезжей части очень страшно спускаться. Можно носом вперед полететь. В результате нам пришлось идти к школе вдохновения через улицу Адаська. Вот мы наконец оказались у Дашиим. Но проехать на инвалидном кресле с этой стороны, увы, никак нельзя. Шлагбаум и цепи. В итоге мы, сделав крюк, отправились прямо по проезжей части к главному входу, который находится на покинутой нами недавно улице Ленина. В этот раз все получилось, и мы смогли испытать здешний пандус. Ну как? Ну, нормальный пандус. А спускаться? Скользко. Скользко покрытие. Далее мы отправились в пенсионный фонд. У Татьяны возникли проблемы при въезде на пандус. Кирпич немного раскрошился. Но в целом, отметила девушка, пандус хороший. Ни высокий, ни скользкий, есть крыша и поручни. Последним местом нашей проверки стало здание соцзащиты. Татьяна довольно часто здесь гостья. Этот пандус ее вполне устраивает. Он идет почти вровень с асфальтом. Есть здесь и сигнальная кнопка, по которой любой желающий может вызвать помощь. Но вот незадача. Сколько Татьяна на нее не нажимала, никто не вышел. Тестировали в прошлом году, говорит девушка, все было хорошо. Руководство отдела соцзащиты объяснило нам, что это временное неудобство. Просто сел аккумулятор. Кнопка снова заработает уже на этой неделе.